С флагами шли, обмотанные флаги. Я говорю, что праздник что-ли такой, куда идти? Нет, нет, просто идем в Коминтерн. Ну один посередке флаг России, а вот другие, не помню, похожи на итальянский, может быть, или на какой-то там. Парни, кто матом ругался, а? Кто матом ругался? Я. Зачем? На кого? Ничего себе, случайно. На кого? На Женю. А как думаешь, откуда я его узнал? Еще? Сказали. А кто? Ну, Женю. Кто сказал? Не сказали. По вашим лицам видно, что вы матом ругались. Так исправляемся. Женю, ты его простил. А за что он на тебя матом ругался? Да. Давайте, вы делаете и расскажите. Только как-то вы странно. Чего вы не подвинули? Макс, почему они тебя туда? Надо было сдвинуть, двигаться. Сдвигайтесь на одного человека. Сюда, налево. Налево, налево сдвинемся вам потом. Ну что же, да. Насколько. Насколько. Ну что, Жень, за что он на тебя матом ругался? 18. 18. 18. 20. 20. 22. 24. 24. А за что? Ну, я ему хотел дать попить, но он сказал то, что он просто брызгливый и сказал то, что... Да. Блин. Он тебя попросил попить? Да. Но ты ему хотел дать попить. Он оказался брызгливый. Он вообще брызгливый, я ему дал попить, но при этом колье, чтобы он не вытирал футболкой. А носовой платок есть? Да. У кого есть носовой платок? Салфетки. Поднимите, у кого есть салфетки. У меня носовой платок. И носовой платок нет. Нет, нет, сейчас, секундочку. Кто хочет снять путболки, снимите. Поднимите руки, чтобы я увидел, у кого есть салфетки и носовые платки. Пожалуйста, по чесноку. Парль, ну поднимите. Вижу, вижу, у кого нет. Да, ага. И что, значит, у него нет носового платка, и он не смог вытереть ничем? Или как все получилось? Ну, он брезливый, ты ему говоришь, не вытирай футболки. И он сказал что-то. Да? Сейчас сказал. Просто он хотел попить, он у меня просил, я ему дам, но только при одном условии, чтобы он не устал мне в футболку, потому что, ну, это вообще, оно ему. Я понял, а матом зачем ругнулся. Вот, и потом он вытер рукой, и я уже не хотелось пить, потому что я грязной рукой спал. Корнушка это. Лесенку делать. Лесенку делать. Давай. Да, можете переходить на лесенку. Я ее раздал, и он наругался. Ага. Ну а что, платком, давайте лучше 10-9. 10-9-8 до 1. Так, покруче будет. Парник, понеслась, подтягни. Так, ну он осознал, Женя, во-первых, ты осознал, что случилось? Поняли или не поняли? 10-9-8. Ну, Лесенка как обычно, что вы забыли, что ли? Так, а кто еще раз матом ругнулся, руку подними, пожалуйста, не вижу. Ну и что? Как твоя версия? Тимур, ты там был? А? Ты был при этом случился? Чего? Тихо, 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 погоди, 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 тихо. Ну не слышал он, если он может оглох на время, да? Ха-ха-ха. Чего твоя версия? Кто матом наругался? Я. Ну твоя версия, что случилось? Мелочи. Как все случилось? Ты можешь подтягиваться и спокойно рассказывать. Он начал выживать колу, и чуть на меня не попал, и я из-за этого выжил. То есть он тебя угостил колой, ты оказался брезгливый, не вытер футболкой, а вытер рукой. Он взял, возможно, у тебя на эмоции, что рука твоя не совсем... Нет, он ее начал нагинать, и из-за этого она начала... Но он когда у тебя брал ее, когда забирал, или уже взял, начал вот ее перегибать? Он ее начинает, ну я... Ты попил, твои действия, ты попил, что потом сделал? Я еще не попил, он начинает вот так вот ее нагинать, я ее держу, чтобы не так вот делать, чтобы она не разбила себя. И она в итоге раздлется, и я... Так ты так и не попил? Нет, потом я чуть-чуть там остался... Я понял. А наругался на него за что? Вот за вот это действие? Да. Ну а можно было бы сказать, осторожнее там, братух, что-нибудь как-нибудь... Ну и типа аккуратнее. Да. Можно? А что я не сказал? Просто парень, такая штука, мат, сквернословие, ругань, это так-то естественно людям поругаться, но если ты с кем-то обратуешься, общаешься, дружишь, хотя бы в одном месте вот находишься, как-то вы уживаетесь, то лучше это не делать. Тимур, а чем ты был таким занят, что твои младшие друзья... Я отцу звонил. А, я понял. Ты разговаривал с ним? Я понял, все. То есть, может быть, ты услышал, но это где-то был наперед, или вообще не слышал? Нет, ну я с отцом разговаривал, так, чем-то мималерный. Ну, это бывает. Просто ты как старше уж, ребят, ты же старше у них? Да, ты как старше мог бы там курсануть, сказать, парень, ну хороший человек. Иногда, знаете, иногда даже что-то случилось, но вот поправить, сказать, типа, ну, друг, брат, товарищ, соратник, родимый, тормози. И он на будущее, может быть, вспомнит наши голоса, когда ребят с кем-то захотят... Тимур, не перекрещивай ноги, пожалуйста. Да, носочки вперед. Молодец. Про перекрещивай ног давайте напомню, почему не очень хорошо. Я знаю. Как до ноги? Ну-ка, расскажи твои вещи. Потому что... Я не помню. Я знаю, не помню. Что-то видите там, скрещивайте себя. А, молодец, близко, близко. Близко, сбавляйте, знаете, какая штука. Когда мы так висим, тело напрягается. Ну, полностью, как струна желательно, чтобы не болталось, а вот именно мы создаем напряжение мышц вот так, в саму статику. Подтягивайся. Это как бы не просто напряжение мышц в практическом замирании, а еще в действии. А когда мы перекрещиваем, мы как раз создаем напряжение мышц, но оно идет в перекос на спине 100%. Либо так, либо так. И в этом действии, знаете, почему так проще? Потому что мы как раз сжимаем, да, ноги вот такое действие делают, напрягаемся. Но это, возможно, будет перекос в мускулатуре ненужный. Оно мышцы, как волоски. Если что-то где-то зацепить, не дай бог, спину перехватить, а потом можно смело забывать про гимнастику, атлетику, воркаутику и всякое другое. Можно будет вспоминать про шахматы. Кто в шахматы умеет играть? В шахматы? В шахматы? Да. В шахматы нет, я в шашки беру. Ну, ладно, в шашки тоже это интересная игра. Вы знаете, что это такая же гимнастика, но для ума? То есть вы так же делаете ходы, совершаете какие-то действия, продумываете, просчитываете. Нет, силовуху до конца доделайте, и, конечно, попьешь. Ты все один сделал? Нет. Ты с 10 до 1 довел? Да. Красавчик, вес минута. Кто довел до 1 вес минута? Ты что, до штаба пойдешь? Не откажусь. Если пойдешь, все это... Только смотри, Кошанам, корм возьми, пожалуйста. Не разные по вкусу, вернее, не только разные по вкусу, а разные по маркам. Тут я просто в очередной раз обращаю внимание, что какие-то они прям с удовольствием видят. Какие-то вопросы. Ну, все, они вопрос. Игнорируют. Ты ее слышал сегодня? Что-то? Заганули у нас без предупреждений? Нет. 50-го. У меня уже здесь не было. Первый раз, который я услышал. Да и ничего не говорили. Писали в этом, в новостях. Да, мы со мной такие, знаешь, новости стараются. Макеев и Матвеевы. Избегать. Подойдите, пожалуйста. Сейчас, видите, интересный момент. 3 ММ. Да, МММ. МММ. Что, говорят, в первый раз пришли? Нет, не первый раз пришли. Тут получается так, что Макеев переводит за Матвеевых. У нас просто карты нету. Мама и Матвеев. Ты переводишь за них? А, да. Погоди, родители в курсе? Да, в курсе. Сейчас будет звонить. Сейчас надо будет вам дать. Ко, сто процентов. Вы звоните родителям. Ну, кто-то из вас один, и он один. Звоните с матушкой. Твоя матушка, ваша матушка дает, говорит, да, я это сделала, если она это сделала. Твоя матушка дает согласие. Помнишь почему? Да. Чтобы не было вообще никаких парней. Сейчас объясню, почему это. Вы несовершеннолетние? Не несовершеннолетние. Не несовершеннолетние же. А деньги сколько это будет? 500 рублей. Как бы бабки нормальные. Ну, там, на 500 рублей можно колы купить, обливаться, ходить с друзьями, да, там, чипсов или что-то прочее. Чтобы потом от родителей не было вопросов, где деньги? Все единочные теперь мы. Сынок, сейчас, секунду. Попить. Да, кто сделал, попить. Поэтому делаем так, ладно? Да, хорошо. Все, кто из вас старший, ну, из двух братьев делаете, и он. Смотри, что ты, Геннадий, сейчас, может, не отвесил, потому что я уходила, она спала. Звони, значит, тогда будем ждать, когда их родители переводят на твою карточку, их мама переводит на твою. Как это вообще выглядит? Расскажи. А просто у них нету карточки. Так. И они просили маму, чтобы обойти на тренировку, чтобы она перевела мне на карточку. Их мама переводит тебе на карточку? Да. Все, сейчас ждем звонка от их мамы. Сейчас я заговорю. Так, все втроем сюда идем. Все втроем сюда идем. Где батя? Максим, где батя? Где родители? Смысла нету. Я сказал тебе в следующий раз, когда это было позавчера, я тебе решил, что ты с отцом Милицком с родителями пришел. Максим, ты куда пошел? Почему ко мне спиной появился? Иди сюда. Стоп. Братан, я с тобой разговариваю, ты отворачиваешься ко мне с ранитром своим, и выходишь. Ты что, гонишь, что ли? Сейчас. А почему на работе? Ты сказал, что он появился? Не сможет? Тогда все, надо для родителей уже не качать. Если ты пришел, то ты с Коля? Ну, Коля, спроси, почему Коля тебя не предупредил. Скажи, Коля, почему ты договоришься со мной позавчера, если не ошибаюсь, но уберился сейчас. Нет, 10. А если Коля, за что он сейчас будет отниматься? Ты списли, что? Зачем? А как ты хотел? Я тебе говорил, что? Кто был в тот день, когда он приходил? Никого не было? Чай я тебе говорю? Ставь на громкую. Ставь на громкую. Вот, говорит он. Пришел один, он с тобой не пришел. Алло. Ты ушел с Максом. Алло. Как вам? Алло, здравствуйте. Наталья. Отпалочек. Я там денежку перевела никому другу. Наталья Станиславовна, здравствуйте. Позвольте, я представлюсь. Это Сергей Сергеевич. Я поможий, президент Сергея Владислава, в атлетике в зале. Подскажите, пожалуйста, взаимно, вы переводили денежки Максиму Макееву за ясною. То есть, получается, за одного 250 или за другого 250 вы ему перевели на карту? Он, получается, мне переводит за них двоих. Правильно? Да, все верно. Все верно. Все хорошо. Я вас понял. Да было бы за что, да. Всего доброго. Так, теперь... Максим! Так, теперь звони маме. Я уже звонила, он меня отвечает. Ждем. Я делаю так, чтобы порядок был, чтобы общий язык находили. Понимаешь, а ты пришел, так вот чем-то занимаешься. Ладно, я пришел, сейчас сразу ко мне подошел и не сказал, тебе именно так и так, чтобы бабе здесь можно прийти. Ну, потому что на брусе. Я понял. А когда вы меня с тобой разговаривали, у тебя уже в взгляд, и от меня подвижал, когда я тебе говорю. Ты тоже решила заниматься совсем не забыть, про то, что я тебя обрежу. Сейчас, ждем звонка, ждем. Ждем. Коля, ты тысячу отжиманий делал? Я? Да. Вроде да, вроде делал. Ну, значит, если он с вами согласится, то с кем-то он видит, что-то... Парни, по два кубика, разбирайтесь, пожалуйста. По два кубика взяли. Максим! А мне снимать жимать? А где еще кубики? Ну, нет, в любом случае тебе придется отжиматься, а с ним или не с ним, это если позаконишься. А сейчас я разговаривал с мамой Матвеева, Русланой, и Данилой, она перевела 500 рублей по 250 за каждого. А Максиму на карточку, так как он, получается, платит за дворик за них. Правильно нам переводят? Знаете, вы молодец. То есть вы в курсе, вы все знаете, да? Да, все. Все. Просто на всякий случай, так как они несовершеннолетие, нам необходимо вводить, чтобы уточнить. Все хорошо, благодарю вас. До свидания. Распределись по полу, пожалуйста. Все. Теперь можно переводить. Распределись по 10 раз. По 10 раз. По 10 раз. 917. Покажи потом, кто получает. Там, что у меня ошибись. 210. 91. 82. Понеслась, да? Только, пожалуйста, наблюдайте друг за другом, как вы ставите. Максим, располагайся смелее. 500 рублей. 500 рублей. Сейчас сначала отжимаешься, Максим, без колен, а потом на колене. Да, мне одна капочка. Сейчас сначала без колен. Ребят, пожалуйста, не торопитесь. Тимур, обратите внимание, что многие, пока вы сделали 10, многие только 2. Скажи, Макс. Делайте подачи еще. Скажи. Один. Два. Три. Лобчик. Четыре. Пять. Сесть. Семь. Остинь. Девять. Макс, смотри. Если ты переводишь деньги, пиши, за кого переводишь. Просто сделать перевод, это одно. Но надо, чтобы я понимал, кто за кого что переводит. Потому что, когда я вижу просто перевод, я же не знаю, кто это. Раз. У нас сегодня четыре Максова, что ли? Да? Три. Сегодня максимальный просто. Максимальный тренировок. Тихо. Пять. Шесть. А где опять возвелевки? Семь. Пишут вроде как возбуждение. На срубуждение. Макс, нормалек все? Да. Сделка состоялась? Да. Через обшоры, через банки обшоры, через Колумбию перевели? Или через швейцарские банки? Что-то Максим никак себе места не найдет. Там, думаешь, удобнее будет? Семен, ну а ты беди тогда к брату сюда рядышком. По-братски давайте, чтобы у вас энергия братская. У нас сегодня Семен, Семен, Максим, 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 Максим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Парни, поехали. Подсчет? Да. Подсчет надо делать. Подсчет надо делать, конечно. Парни. 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 Вы друг друга поддерживаете? Десять. Всего лишь десять отжиманий, да? Макс, Думбрава, ты вообще что-то не делаешь. Ты как хочешь тысячу раз отжиматься, если ты еще даже два раза не отжался? Блин, братан, ты тогда до следующей субботы тысячу раз отжиматься так будешь? Ну, хорош, давай побыстрее. Давай побыстрее, соберись. Ты на меня злишь? Точно? Не злись, пожалуйста. Просто правила для всех одинаковые. Тем более, слово дал по-мужски, но надо держать слово. Это последний? Не заметьте, Максим, я никого не выгоняю. У меня нет права такого. Я даже других прошу, у кого есть такие права, полномочия, чтобы не выгоняли. Я стараюсь общий язык найти. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Парни, Николай Алексеевич попросил замотивировать ребят с района и заснять крутую. Сейчас пока отдыхайте, вот так отдыхайте. Слушайте, сейчас что сделаем. Смотрите. Парни, сейчас красиво. Вот, ну, в принципе, нормально, вы расстались, расположились. Смотрите, сейчас красиво я врубаю камеру. Вы красиво делаете 10 отжиманий, но мы можем чутка придать. Вот вы сейчас в какое количество раз отжались? Сорок. Сорок раз. Вот последнейший вопрос. Вот сорок лет. Тогда сейчас и следующие 10 раз, которые я вас попрошу сделать, вы сделаете каким-нибудь хорошим хватиком, таким интересным. И продолжим счет. Сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре. То есть это не будет обманом. Но заснимем мы как раз пятый десяток. Поняли, да, прикол? То есть чтобы люди посмотрели и сказали, ну вот молодцы, они как необычно отжимаются. Должно быть четко. Потом сразу, как только, например, считающий Тимур или там кто-нибудь из вас посчитает, или все вместе, например, вы можете там сорок один, сорок два, сорок три, пятьдесят. Вы сразу встаете, запрыгиваете на перекладину и подтягиваетесь 10 раз, но вы только говорите 51, 52, 53, 54, до 60 наведем. Как только это делаем, все однообразно. Мне хотелось бы, чтобы одинаково отжимались, одинаково встали, одинаково все запрыгнули и одинаково все спрыгнули. То есть это называется синхронно. И это будет, во-первых, красиво выглядеть, во-вторых, ну как бы цифра 60 многих воодушевит, что-то тоже заняться. Я в том плане, чтобы сделать акцент не только на свободных элементах, на приставе, на будущих мероприятиях, а еще на силовом троеборье, там же хорошие. Смысл такой, Тимур, Семен, парни, с области приезжают ребята, ушатывают практически всех в силовом троеборье. Городские забирают, ну стараются там забирать свободный стиль в приставе, а эти, в ребятнях, просто забирают силовое учение, можете отжиматься, подтягиваться там, хорош. Даже уже не смешно. По элементам и все крутые, более-менее. Но во всяком случае, вы входите там в 1% мастеров, там, в нашей области. Из всех количеств, из миллиона жителей, вот фактически, вы в 1% мастеров входите. Но мне хотелось бы, чтобы так же, да, Максимка? По силовой части. Попробуем? И заканчиваем силовую. Попробуем? Сейчас, секундочку, я включу свет. Давайте, секундочку, давайте распределите, чтобы это было красиво для глаз. Как бы, как бы расстаньтесь. Вам надо поближе, во-первых, да, чтобы я взял одним планом. Вам надо поближе вот сюда сдвинуться, сюда. Вы комфортно, в принципе, Тимур здесь нормально стоите. То есть, было бы классно, если бы сразу расстались вот здесь. Па-па-па-па-пам. И вот здесь. Па-па-па-па-пам, чтобы потом запрыгнуть на турники. Приготовьтесь, пожалуйста. Идете? Максим, надо уметь подтягиваться 10 раз, ладно? Вам надо будет отжаться 10 раз на счет он. 41, 42, 43. Подсказка, Макс, чтобы тебя... Ты хорошо отнимаешься? Не подтягиваешься? Но чтобы твоей крутости никто не расплакался от твоей крутости. Где рядом с Семеном? Между грузом все встань, да, в сторону турник запрыгнешь? Призвигайся чуть-чуть к лево. Я в том плане, чтобы это... Что люди посмотрят, скажут, нифига, у вас Макс занимается так, серьезно все делаете, и никто не сможет тебя отдалить. А если ты там шепронешься в конце, и потом родители, родные посмотрят, скажут, какой сынок молодец. Правильно ведь? А кто футболку такую белую, крутую бросил на пол? Манку стирает, да, наверное. Или ты сам научился в машинку забрасывать. Так, кто считает будет отжимание? Тимур. А, опять Тимур, ладно. Хорошо, кто будет считать подтягивание? Тимур. Тихо, тихо, надо распить Семен, да? Парни, только отжимаемся четко и подтягиваемся четко, ладно? Сейчас, секунду. Помните, начинаем. 41, 42, до 50, заводим, запрыгиваем. 51, 52, до 60. Секунду. О! Ну да, сейчас. Сейчас, сейчас. Поехали. 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Покрасивше. 50. Давай, давай, давай. Поехали. 51, 52, 53, 54, 55. Терпите. 56, 57. На 60 все повисните. Кто сделает, на 60 просто повисните. И сразу не прыгните. 60. Повисите, не прыгните. Повисите, не прыгните. Вот теперь можно спрыгнуть. Молодцы, ладно, хорошо. Попить и умыться в туалет. Кубик убираем, начинаем стелить маток. Хорошо же, да? Максимка. Хе. А чё? Чё? Хе. Ну ты еще отжимай, а не братан, да? Все, не переживай, успеешь. На кубик. Подходишь. Семен, он потом захочет, расскажет. Но он сильнее. Конечно, ты просто сейчас отжимаешься, и ты сразу скажешь, поживаешься. И пока начинай отжимать. Не, не, пока поджимайся. Ты идуешь на работе, да? Я вам покажу свою статьку, а у нас есть. Да, только давай вы сейчас 5 минут попить и умыться, отдохнуть. Попить и умыться в туалет сходить, отдохнуть. Потом застели маток и поверь. Сейчас она из нас не будет, хорошо. Стой, пусть пока... Хорошо, зови, Коля, не день до компании, бери кубики, братан. Давай, давай, давай. Вот сюда к стенечке подходите. Пока парни маты постили. Хотя чуть-чуть, я бы... Вот, смотри, фактически ты сколько отожмешься, ты у него цифру заберешь эту. Ты его спасешь на вот количество раз. Нормально же? Например, ему надо тысяченку, ты отожмешься 10 раз. Ему надо будет сколько сделать? 990. Видишь, как ты его спасешь? На нем тысячу отожмешься. А, тогда все, ну, тысяча, да, ребят. Смотри, тихо, тихо. Если кого из ребят не упросишь, по 10-50 раз забрать, по очень-то еще. Хорошо, ладно. Тут так чуть-чуть, что-то больше. На коленках все. Погоди, сейчас, ну, может, еще подойдем. С родителями, вы сейчас пока попробуете. Похоже, да. Я сейчас отведу. Что, Семен? На коленках все. Нет, 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 все, покажи, как надо. Сейчас, нет. Ты вместе с ним отжимаешься, что ты думаешь? На коленках или на коленках? На коленках надо. Смотрите внимательно. Только смотри, ногами сюда, парень. Ногами сюда, головой. Смотрите внимательно. Он выпрямился. Грудью до пола. Полностью выпрямился. Таз будет ложиться на пол. Вот так. Молодец. Можно столкнуть сначала? Да. Только Марты, помоги, ребята. Парни, помните, поролон подниз. Да. Все, все. Сколько раз? Десять раз? Красавчик. Ты отжимаешься не совсем. Понеслась. Макс, ты отжимаешься не совсем. Стойки, да. Стойки, да. Только ты мат сначала. Да. Мата сначала помоги, ребята, простите. Вы можете кубики под плечи больше поднести. Вот вывести вперед на кубики. Сами кубики, да. Ты вот. И так попроще будет. А, вот сюда, да. Конечно, да. День, да. Максим, помоги брату из того зала. Парни, по полу не молокем, чтобы не порвать. А что пишут, что говорят? Враги народа? Никто ничего пока не пишет. Собачки. Только аккуратнее, лады. Все, парни, все делаем спокойно. Техника безопасности. Напоминаю, друг друга не отвлекать разговорами лишними. В области выполнения элементов никто не находится. Никто не сидит, не тусуется, не простаивает. Самое главное, пожалуйста, память. Лучше остановитесь в выполнении действий, чем кому-то снести зубы там или челюсть, или еще что-нибудь. Вот, вот, на батарею вашу. И, ребят, просьба с магнезией. Тимур, наблюдай, чтобы не рассыпали, ладно, магнезию? Чувак, Макс? Кто-то смотри, ты стерил. Какие? А их надо переправить, и тебе дверь, наверное, надо закрыть. Не мешался. Их надо переправить, наверное. Кому же там, где гири, там все дела, то смело подходите, все будет. А, ребят, Тимур, по очереди, не ругайтесь. Ладно. Грудись хорошо, вы селитесь. Семен. Чтобы шире было, да. Напоминаю, 10 августа фестиваль турнир над Волгой. Парни, пожалуйста, не появитесь, не появитесь. А что это стоит у нас? Представители спортивно-культурного клуба вместе взносы оплачиваем за всех наших атлетов. То есть нам заявиться от клуба, заявиться. Я так это знаю. Серег, сколько взнос стоит на Волге? Пока не могу сказать. Скажу. Да, пока. Стой, так сейчас, Тимур. Это Саратов же, Серег? Да, это на набережной будет. Да, это Саратов. А, я после Русика. Ой, что ты, Лёша. Я после Русика, тогда. Посмотреть надо. Парни, посмотрите вконтакте на страничке Федерации Волгой и Силовой Атлетики. Вам вконтакте можно вообще ходить? Родители разрешают. Ну, там, тусоваться, да? Тут, смотрите, гадость. Смотрите, не смотрите, гадость. Представители этих комплексов. Вот, вот, за вас взносы заплатят. И... 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 Да, Семён, Макс? Какие-нибудь... Какие-нибудь... Я после Семёна? Я после Семёна? Что-то вызвало? Обязательно, я практически не верю. Бабы не делали. Раз. А куда? Бабы? Бабы? Я после Семёна. Он просто без очереди звонит. Нет, я после Семёна. Бабы не делали. Я после Семёна участвую. Давай, попробуй с одной ногой за Семёна, погоди. Давай, Семёна, погоди. Маш, как за мной, с тобой. Молодец. Могу не сюда. Носки. Носки, да. Молодец. Ложи. Надо было русские, так называемые, отжимания сделать, знаешь, отжимания, скачаться с предплечья, выйти, да, вот, на руку, отглавать дальше уголок носочек. Шпагат, выведи ноги широко. Выводи. Да, 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 да. Вот из этого действия, смотри, если бы ты в ноги шпагат, ты мог бы, смотри, ты мог бы ноги поставить, руки перехватить и выйти, попробовать крокодильчик. То есть у тебя прям поэтапно было бы. Сой, можешь просто рядом сейчас поставить? Ну, можно попробовать. Не хрустить просто рядом. Ну, что даже пробовать? Семёна, а теперь попробуй одной ножкой за пол касаться, чтобы первый раз, когда ты будешь делать, ногой подстраховываться, чтобы тебе понять, как руки, а потом вы шлобу из лучшей шеи. О, я сейчас... Хоп, так. Не, он после меня. Правильно. Я после вас. Счастливо. Сюда надо тоже маркать. Пора вывести сюда. Пусти. Да. Он не укрылся. Да. Ты сейчас слушай. Я буду поднимести. Так, мяч, мяч. Подождите. Что это получается? Сделаем. Кача очень мало. Я говорю, я полощала маленький. Вчера, раз мы узнали тему кача. Когда у тебя кача вперёд, ребята говорят, я хочу накачаться. Ты сейчас, знаете, поймёшь, что по-моему. Качались и накачали. Я хочу накачаться, бицепсы, трицепсы. Макс, как дела? Коляч, как дела? Нормально. Сколько счёт? 150. 150 раз. Дерзаем дальше. И потом пришлось с ними объяснить, с парнями, что качаться и приобретели чуть-чуть разные. Выводишь шпагат? Да. Что, ты попробуй, что-то. Всё. Давай. На предплечье первое. Поднял ноги. Носки. Теперь резко мах вперёд, выходишь на руки. Я прыгнул. Вот. Теперь уголок опять. Разводи ноги в стороны. Нет? Держи. В многих сторонах поставить на это и выйти. Во многих сторонах выйти, может, крокодильчик, либо стойка на руках. Склёпка, продолжай. Заваливайся назад. Заваливайся, да. Поднялся, молодец. Выводи на бруси. Да, да, так на бруси. Выводи на бруси. Выводи руки вперёд, выходи, крокодильчик. Упор на одну руку сделай, на правую сделай, получится. Кажатан, получится. Просто упор на одну руку, перевезти. Так, подняйте ноги. Сейчас, семён с максимумом. Сергей Геннадьевич. Сергей Геннадьевич, на минутку можешь подойти? Сейчас, секунду, секунду. Давай, давай, смотри. Да, ноги. Тихо, молодец. Качай вперёд, прям махай вперёд, вставай на руку. Молодец, уголок. Ноги в сторону. Выставь на бруси. Не, 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 на бруси поставь. Дай, не, на руку. Серый, сейчас погоди. Ты ещё. Чё, давай, ещё. Давай, ещё берём. Сними меня. Я, ты, кто, снижу, берём, и берём. Я, снижу, ручу, чё. Давай. Парни, если кто хочет какую-то интересную прикорюшку снять, если вы подготовите, давайте сразу стёплю. Нашим друзьям. Удовольствие. Можете? Жё, не обращайся. Парай, не обращайся. Да, не видно. Да, не повыше сделать. Удовольствие. Сморк. А, так, хороший. Скажите, да, снижу. Луки. А, а... Жё, не открывай. Нижданин, дай. О-о-о-о. Какие, хорошие, что нам паспортно? Да, он, займёт, займёт, займёт. Вдальше, да, проник. А, я уже опусталась. Дай, псь. Дай, псь. Ну, так. Ой, псь. Удальше, ты, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты. Ну, я, боншу стараюсь. Давай, дай. Надо, где-то, где-то, куда чечек. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Субтитры сделал DimaTorzok